В районах Чувашии полным ходом идет заготовка кормов. По данным Минсельхоза Республики, рабочих рук и техники достаточно, чтобы справиться с поставленными задачами. Запасти не менее 100 тысяч тонн сена, 234 тысячи тонн сенажа и около 250 тысяч тонн силоса. По состоянию на сегодняшнее утро во всех хозяйствах Чувашии скошено около 180 тысяч гектаров многолетних трав, или 87% всех площадей. В некоторых районах первый укос уже завершен. В среднем же по республике показатели заметно выше, чем в прошлом году. Сергей Артамонов посоветовал руководителям хозяйств активнее сдавать корма на качественный анализ. Эта процедура, хоть и не является обязательной, позволяет зоотехникам прогнозировать прибавку веса, надои и другие параметры. Сейчас хозяйство готовится к уборке зерновых. С учетом складывающих погонных условий, ожидаемый срок выхода на уборочные работы 3 декады июля, мы можем перейти по некоторым культурам на первую декаду августа. Обычно в Яльцинском районе выходили 13 июля каждый год после Петра на следующий день, после Петрова дня. В этом году небольшое отставание, конечно, у нас не 14 ожидается. Прогнозы, имеющие в настоящее время мощности зерносушильного оборудования, позволяют обеспечить сушку всего объема, поступившего при уборке зерна. Мощность хранения зерновых культур также позволяет обеспечить хранение производственного в республике зерна в полном объеме. Что касается урожая, на сегодняшний день запас продуктивной влаги повсеместно выше нормы или местами около нормы. Программетеорологические условия для сельхозкультур были удовлетворительными, для теплолюбивых культур мало, благоприятными из-за холодной, заморозки погоды. Цены на зерно в этом году ожидаются более высокие, чем в прошлом. Благоприятные прогнозы и для производителей молока. Стоимость сырья перестала падать, а с учетом предпринимаемых мер ожидается ее рост. Обсудили виды на урожай овощей и картофеля. Глава республики напомнила о том, что покупателей должно удовлетворять соотношение цены и качества продукции. Свои производители, свои продавцы, поэтому здесь максимально вот эта связь, производитель, покупатель, без посредников, максимально надо сделать. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.